В торгово-офисном центре 47 организаций, в том числе ателье, магазины и мебельное производство. Для большинства предпринимателей необходима зона разгрузки. Раньше она располагалась во дворе, но уже больше года какая-то дорога стала частной. Как могли продать дорогу и оставить дом молодежной моды, Добросельская-2, без подъездов? Неправильно, незаконно, не известив нас, всех собственников этого здания. Ведь в тот момент, когда они продавали эту дорогу, в здании было уже 20 собственников. Галина Данилова говорит, в техническом паспорте здания эта дорога указана как собственность Дома молодежной моды. В ДММ настаивают, это дорога общего пользования. У нас, наверное, последнее здание, которое занимается бытовым обслуживанием еще до сих пор, частично. Требования такие, чтобы дорога была городской, общей частью общего пользования. Арендаторы помещений солидарны с руководством. Разогружаться у входа в здание неудобно. Бывают трудности с погрузкой медикаментов и так далее. Мы заезжаем на тротуар, поэтому проблема критическая, я считаю. Чтобы подвезти груз к основному входу, водителям приходится заезжать через тротуар. Безобразие какое-то. Каждый день сюда приезжаешь выгружаться, и каждый день слов нету просто нормально. Надо, чтобы удобно было, что сзади. Сзади там будешь выгружаться полдня. А как вы заезжаете сюда? Вот сюда приходится заезжать по тротуарам, чтобы выхода другого нет. А вот вторая сторона конфликта считает, права арендаторов ДММ ни в чем не ущемлены. Соответственно, так как участок принадлежит мне, я предложил собственникам в складчину эксплуатировать дорогу. Соответственно, каких-то договоренностей не получилось добиться. Ну и, соответственно, мы предложили им оформить сервитут, чтобы это было на коммерческой основе. Руководству ДММ предлагают самостоятельно заняться обустройством новых подъездных путей с другой стороны здания. В мэрии поясняют, участок, на котором находится здание ДММ, сдан в аренду. Прилегающие территории в частной собственности на законных основаниях. Правовых оснований на сегодняшний день предоставить какой-либо земельный участок под организацию стоянки в настоящий момент нет. Самым правильным путем решения сейчас вопроса – это дождаться решения суда. Чтобы решить проблему, предприниматели подали иск. Процесс проходит во Фрунзенском районном суде. Окончательное решение пока не принято. Алена Кудряшова, Татьяна Семенова.